22 сентября 2020 года Олег Николаев принес присягу на верность народу, Конституциям России и Чувашии и вступил в должность главы республики. Однако исполнять обязанности руководителя региона он начал еще в конце января 2020 года, и времени на раскачку у нового губернатора не было. Ковидная пандемия, а затем и специальная военная операция побуждали оперативно решать возникшие проблемы и искать нестандартные сценарии развития республики. О первых промежуточных итогах работы главы региона репортаж Екатерины Даниловой. За три года в должности Олега Николаева произошло немало изменений. Наиболее наглядными стали цифры республиканского бюджета. С 2019 года собственные доходы региона выросли на 40%, расходы на 50%. Что касается консолидированного бюджета, здесь увеличение составило 41,46% соответственно. В этом году правительство Чувашии намерено побить рекорд – потратить 83 миллиарда рублей. На что же пойдут эти деньги? Например, свыше двух миллиардов направят на модернизацию образовательных учреждений и закупку оборудования для них. В двух селах построят новые учебные заведения – в Чурачиках Цивильского округа и Янгличах Канажского. Выделя дополнительные средства на завершение строительства крупнейшей школы Приволжья в микрорайоне Садовой в Чебоксарах. Как и прежде, бюджет этого года социально ориентирован. Почти 63% средств выделят на социально-культурную сферу. Это более 52 миллиардов рублей. Доходы также побьют рекорды. В казну должно поступить свыше 80 миллиардов рублей. В эту цифру уже включены дополнительные дотации с федерального бюджета в объеме более 2 миллиардов рублей. И субсидии на строительство лыжероллерной трассы при спортивной школе Олимпийского резерва номер 2 в сумме 730 миллионов рублей. Бюджет имеет колоссально важное значение для республики, для любого субъекта и для страны в целом. И сегодня бюджет имеет такие характеристики, которые можно охарактеризовать, как многие говорили, исторически впервые. В нем учли решение, прежде всего, горящих вопросов. Это строительство аварийных школ, в частности, о которых много говорили. Мы с вами решаем застарелые проблемы. Это и строительство Шимушинского-Батринского водовода, и стадиона «Волга». Закладываем начало строительства лыжероллерной транса. Это завершение строительства биатлонного центра. Самое главное, мы с вами поступательно увеличиваем задачи стратегического комплексного развития республики. Правительство республики активно поддерживает и промышленный кластер. Для сравнения, в 2020 году размер субсидий не превышал 325 миллионов рублей. Сейчас эта сумма в 21 раз больше, свыше 7 миллиардов. Регион становится все более привлекательным и для инвестиционных партнеров. Министерство промышленности России, правительство Чуваши и ведущие компании республики уже заключили два соглашения с ПИК-2.0. В Чебоксарах контракт на производство тракторов малой и средней мощности. В Новочебоксарске – перекиси водорода антрохиноновым методом. Это не только инвестиции на десятки миллиардов рублей, но и новые рабочие места. Также уникальная техника и продукция. Успешная реализация проекта позволит практически полностью обеспечить внутренний спрос в перекиси водорода. Крупнейшими потребителями, которые являются предприятия целлюлозно-бумажной промышленности. За три года значительно вырос и объем водимого жилья. В прошлом году эта цифра остановилась на отметке 850 тысяч квадратных метров. 300 жителей республики переселены из аварийных домов. Восстановлены права 1549 обманутых дольщиков. В Чебоксарах есть два дома, которые находятся в стройке. Есть один дом, который находится на выплатах. И вот у нас еще четыре дома все лидера, которые предстоит опять, я думаю, применение регионального механизма и тоже восстанавливать права путем завершения строительства. Задача стоит все проблемы обманутых дольщиков, восстановить их права до 1 января 2024 года. Будем стараться это сделать в указанные сроки. Колоссальная помощь оказывается семьям республики. Так, например, на поддержку малоимущих в 2022-м было направлено более 8 миллиардов рублей. Еще три года назад на эти цели было выделено чуть больше 1 миллиарда. Кроме того, 65 многодетных семей смогли улучшить свои жилищные условия. А 305 детей-сирот получили ключи от новеньких квартир. Улучшить жилищные условия правительство республики помогает и жителям сел. За три года социальные выплаты получили 106 семей. Еще 178 граждан благодаря поддержке смогли возместить часть затрат на уплату процентов по ипотеке. Всего с 2020 по 2022 годы в селах Чуваши реализовано около 5000 проектов. В этом году по линии всех министерств выделено денег для развития села 6,5 миллиардов рублей. И реализовано более тысячи проектов, в том числе проекты инициативного бюджетирования. Появляются в деревнях и культурно-досуговые центры. В рамках нацпроекта «Культура» уже открыто 12 модельных библиотек нового поколения. А с 2022 года реализуется еще и подпрограмма строительства и ремонт сельских ДК. Я горжусь тем, что в деятельности правительства Чувашской республики вообще культура является одним из основных направлений, которому уделяется большое внимание с первых дней деятельности правительства современного этапа. И поэтому, на мой взгляд, в этом году как раз отрасль культуры сделала очень серьезный рывок вперед, вот реальный рывок вперед с точки зрения трансформации деятельности сферы культуры в разных сферах. Это и функционирование музейной системы, системы театров, а самое главное – вопросов подготовки специалистов для всей отрасли культуры. Реконструируют и модернизируют не только учреждения культуры, но и дороги республики. За три года построено порядка 48 километров и отремонтировано более 1400 километров дорожного полотна. Кроме того, в прошлом году в Чувашии появился и новый вид транспорта – суда на подводных крыльях «Валдай». Обновился троллейбусный парк, а в этом году пассажиров намерен принять и обновленный аэропорт в столице республики. Планов до 2025 года именно столько. Руководитель региона, согласно Конституции, будет занимать эту должность много. В правительстве уверены, что все задуманное обязательно воплотится в жизнь. Екатерина Данилова, Вести Чувашия. Продолжение следует...